Дмитрий мне сказал, что вам нужно рассказать, как вносить изменения в рабочие планы и создавать учебные группы. И в учебные планы тоже, в учебные, в рабочие и группы. Да, да, начнем с группы. Для того, чтобы создать группу, вам нужно... А, еще и на вопрос. Смотрите, можно с учетом бизнес-процесса, то есть у нас начальник учебного отдела будет утверждать и разрешать редактирование, а кафедра будет формировать запрос, разрешение на редактирование, с учетом разных пользователей. Да, я поняла вас. Итак, давайте сначала начнем с создания именно учебной группы. Здесь все будет очень коротко. Чтобы создать учебную группу, ее нужно будет привязать к учебному плану. Учебный план уже должен быть в систему загруженной. Для этого мы в «Планирование учебного процесса» выбираем пункт «Соответствие группы учебных планов». Здесь вы видите несколько документов. Мы можем создать новый. Нажимаем кнопку «Создать». Нажимаем кнопку «Добавить». Должен добавить академическую группу. Выбором на три точки у нас появляется список всех групп, которые у нас сейчас есть в справочке. Если группа такой измещения не была никогда, мы не хотим создать заново, нажимаем кнопку «Создать». Нажимаем кнопку «Создать». Усваиваем ей имя. Например… Можно для примера, Инна. У нас в чате были группы, которые необходимо создать. Какую-то из этих групп. Какую? Сейчас, я найду сейчас в списке. Вот самая первая, например, НТФОСМИЦЕГИ. Да, давайте. Я вам показываю все на примере тестовой базы. Да, да, понятно. Просто записываем сюда то название, которое нас интересует. И нажимаем кнопку «Записать». Все, эта группа у нас появляется в общем справочнике, в общем списке. Мы ее просто выбираем двойным щелчком. Дальше эту группу мы должны посадить на учебный план. Также двойным нажатием у нас открывается вот такое поле, где есть три точки. На три точки нажимаем. Сейчас откроется список учебных планов. Мы должны выбрать именно тот, который должен соответствовать группе. Обратите внимание, здесь сейчас автоматически открывается вкладка «Рабочие планы». Мы с нее должны переключиться на учебный план. Вкладка «Рядный». Это база. Здесь и в структуре, в открывающемся вкладающем вееве, мы выбираем те параметры, которые мы с учебным планом должны соответствовать. То есть я, к сожалению, не знаю, кому это институт. Это СПО, УПК. У вас в структуре нет этого. Я поняла. Здесь, наверное, только для АСП. Ничего страшного. Пускай группа это будет, а план другой выберите. Давайте другой выберем. Дневное хотят у нас сотрудники. Давайте дневное. Ну вот нам на выбор сейчас есть вот такие варианты учебных план. Мы можем выбрать какой-то из них. То есть здесь указывается год специальности, профиль и учебные годы. Здесь, если мы в окне немножечко продвинулись, мы видим, что уже на какие-то планы какие-то группы посажены. Ну, например, на один учебный план, на одном учебном плане, может быть, но на несколько групп. То есть если для них какие-то учебные планы совпадают, то такой план вполне осуществим. Выбираем любой? Да, любой. Все. Мы выбрали только учебный план и академическую кнопку. И вся остальная информация у нас здесь автоматически прописалась. То есть все то, что соответствует этому учебному плану. Дальше мы нажимаем просто кнопку «Провести» или «Провести и закрыть». То есть при нажатии кнопки «Провести и закрыть» у нас эта страничка просто закралась. То есть это выглядит вот так. Все. Здесь будет отображаться подъезд. Ну, мы сейчас просто сидим по тестовым пользователям. Сыним админдит. Обращайте внимание. Вот. Если вам необходимо будет узнать, запреплена ли группа за учебным планом, то вы можете ее название в строку «Поиск по группе» внести. И нам покажет тот документ, в котором есть закрепление этой группы за учебным планом. С этим, я думаю, не должно быть проблем. Здесь все должно быть понятно. На этом мы заканчиваем с учебными группами. И как его закреплять за учебным планом. Понятно? Да, понятно. Теперь переходим к самим учебным планам. Я сегодня спрашивала у Дмитрия. Он сказал, что вы должны сказать, кто у вас будет заниматься тем, что он принимает эти запросы на возврат учебных планов к проекту и согласовывает. То есть у него неизвестно, кто этим будет заниматься. Известно. Но у него он сказал, что неизвестно. Ну, в любом случае, вы знаете, что это есть такой конкретный человек, который будет этим заниматься. Да, мы знаем, да. Отлично. Итак, смотрите. Вот сейчас этим пользователям, которые у нас права назначены, они назначены только на СТИ. Ну, в смысле, на высшее образование. Мы под ним вам будем показывать, а согласовывать и проводить я буду под собой. Хорошо. Итак, есть кафедра. Хочет внести изменения в учебный план. Для того, чтобы это сделать, нужно во вкладке «Учебные планы» найти этот учебный план. У вас есть какой-то тоже определенный вариант, кого конкретно хотите поменять, на чем-то, или это абсолютно не важно? 4-0-310-35. Сейчас. 3-1-0-35? Да, 3-1-0-35. Вот это. Итак, план нашли. План можно найти как? План можно найти или вот из этого дерева, да, то есть выбирая все вот эти параметры. Факультет, фермообучение и прочее. Или же, как я сейчас сделала, это по тому параметру, которому мы ищем. То есть мы выделяем, мышкой кликаем на то поле, которое соответствует номеру, и ничего не нажимая, я просто начинаю набирать цифры. У меня автоматом выскакивает вот это окошко, где я набираю все, которые нажимают найти. Все, таким образом нашли. Точно так же можно искать по группе. То есть если я буду искать по группе, выделяю то поле, которое соответствует учебной группе, и в ней набираю ее название. Так мы можем найти и нам нужный план. Еще единственное, обратите внимание, здесь есть много фильтров. Вот сейчас у нас отображаются только планы с контингентом и утвержденные планы. Если я сниму фильтр утвержденные, то мне будут показаны все учебные планы. То есть даже те, которые не утверждены. Но это нам будет полезно тогда, когда мы уже будем отправлять запросы на возврат к проекту, чтобы не ковыряться во всей этой кипе. Но в любом случае о них надо знать. Итак, план мы нашли. Открываем двойным щелчком. План открывается. Что-то долго не открывается. Нам ничего подойдет. Дальше мы должны внести изменения. Изменения могут быть какого характера? Может поменяться нагрузка? Может поменяться количество часов? Часто угодно. Единственное, изменения не могут быть внесены за те периоды контроля, которые уже прошли. То есть то, что мы отучились уже, менять мы не можем. То, что нам предстоит еще чему обучаться, туда вносить изменения мы можем. Что менять скажете? Или тоже будем делать нам? Скажем, раздел B1. Раздел B1. B1, V, V6. Что здесь? А вот зайдите в него полностью. Давайте попробуем. Динамика лабораторной работы. Лабораторные работы. Часы. В лабораторных работах часа. Часы поменятся. Нашли эту дисциплину. Видим количество часов. Количество часов 6. Двойным щелчком левой кнопкой мыши. Нажали. Ставим то количество часов, которое мы хотим, чтобы здесь было. Сколько поставили? 8 давайте. 8. У нас автоматически пересчитали Z. Извините, вот вопрос. А почему в другой дисциплине тоже лабораторные поменялись на 8? Моделирование. Там было 6, а то же стало 8. В прошлой вопросе я даже не обратила внимание. Сейчас посмотрите. Сейчас, секунду. Скажите, я попробую уточнить. А мы на душе. У меня количество часов в одной дисциплине, у меня автоматически в другой дисциплине. Это дисциплина и с полку папы. Все, с этим вопросом разобрались. Почему они меняются? Можно дальше продолжить? Алло. Разобрались? Алло. Да, да. А, почему когда мы лекции меняем... Подождите, лекции поменяйте в одной из дисциплин. Да. Смотрите, я мне коллегой сейчас пояснил, он уже сталкивался с этим. Эта дисциплина находится в блоке дисциплин по выбору, и у этих дисциплин все должно быть идентично. А тогда смотрите, вот лабы мы меняем, у нас меняется, а лекции, если мы поменяем, они не меняются. Почему тогда не идентичны? У меня все меняется. Меняется? Лекции там, и там. Сейчас. Да. Ну вот, давайте сейчас... Вчера пробовали. 10 ставим лекции. Получаем 10 лекций там, и 10 лекций. Все, понятно, тогда этот вопрос закрыт. Дальше что делаем? Поменяли. Много часов поменяли, да. Все, это все. Если нам нужно поменять, там, например, вид контроля, например, здесь стоит зачет, а надо поставить, не знаю, зачет с оценкой. Все, таким образом мы поменяли вид контроля. Собственно, все. А еще, смотрите, мы в самом начале, видимо, упустили запрос на возврат к проекту. Точно, вот. Самое начало, давайте. Самое главное пропустили. Да, самое главное. Закрываем, сейчас ничего не будем сохранять. Самый вопрос, у нас процесс появится. Да, итак, все-таки начнем с начала. Да, самое важное, я выпустила. Итак, значит, кафедра доходит сначала, выбирает нужный учебный план и самым первым делом отправляет запрос на возврат этого плана к проекту. Вот здесь вот она, есть такая кнопочка. Запрос на возврат к проекту. Нажимаем на эту кнопку. У нас появляется вот такое маленькое окошечко. Сюда можно, но не обязательно, написать какой-то комментарий. Ну, то есть, хотите обозначить, что вы будете там менять, пишите, не копите, но не обязательно. Написали, не написали, не важно. Дальше нажимаем кнопку записать, закрыть. Сейчас план у нас закроется. Вот. Вы можете вот здесь увидеть состояние документа запрос на возврат к проекту. Он поменялся. И если мы перейдем во вкладку учебные планы, он у нас тут не у нас, почему? Все, вот здесь у нас этот учебный план пропал, потому что стоит установленный фильтр утвержденное. А наш план уже не является утвержденным. Его статус сейчас запрос на возврат к проекту. Поэтому мы фильтр просто меняем на запрос на возврат к проекту. И вот наш план появился. Вот его состояние. Дальше. Сотрудник, который у вас будет ответственный за вот это возвращение к проекту, утвердение, согласование, он у себя вот это увидит. И он подтверждает или отклоняет ваш запрос. Сейчас мы попросим, чтобы на Владимир. Как первое. И вот у вас. 31-035. Пожалуйста. Не переживай. Давай. Все еще. Да. Да. Владимир. Владимир у нас сейчас из-за вашего сотрудника принял этот запрос. И теперь мы его можем найти таким образом. Если мы в фильтрах поставим «Все», и вот здесь в дереве тоже переключимся на строку «Все». Мы видим наш план. Состояние проекта. Теперь кафедра может в него войти и внести те изменения, которые мы с вами уже начали сделать. Сейчас можно любую дисциплину просто чистить. Да. Да, абсолютно. Да. Вот давайте возьмем, давайте возьмем, полиминалик, полиминалик. Вот сотромат. Такая у нас будет лабораторка, я знаю, до 8 часов. Ну, и, например, форма контроля, не экзамен, а зачет с оценкой. Ну, предположим, что это все изменения, которые хотели внести. Следующим нашим шагом мы нажимаем кнопку «Записать объект». Ну, что же значит, например, данное видео. Вы, наверное, с четвертого семестра взяли дисциплину, она уже прошла. Шестой нужен уже. Восьмой либо шестой. Восьмой либо шестой. Сохранен. Восьмой либо шестой. Восьмой либо шестой. Сохранен. Теперь состояние документа находится в обработке. После того, как мы нажали кнопку «Сохранить», мы нажимаем «Отправить на согласование». Здесь у нас будет отображаться то, куда мы вносили изменения. Такой блок, что за дисциплина, количество часов, я помню, 16. Нажимаем «Отравить на согласование». Вот. И у нас происходит дальше все таким образом. Печатается служебная записка. Печатается она из кнопки «Печать». Служебная записка на изменение вечерного плана. Ждем сформировать. Я вот единственное обратила внимание, да, и здесь все печатается, как у нас. То есть про ректору по учебной работе Петрову. Не знаю, как должно это выглядеть у вас. Нужно ли здесь это изменить? Соответственно, у нас формируется вот такая служебная записка. Где оказывается группа. Там кто-то счетом. Здесь вы пишете руками, от кого отдал кафедры, в связи с чем вы поменяете. Ниже будет выведена таблица со всеми изменениями, которые вы вносили. То есть все, что вы изменили, все здесь отразится. Дальше эта служебная записка подписывается и относится к сотруднику, который принимает решение согласиться с этим, внести эти изменения или не согласиться. Когда служебная записка подписана, сотрудник, например, принимает решение, да, что эти изменения он согласен внести. И он производит согласование этого учебного плана. То есть вот здесь сейчас опять покажу вам по вкладке учебный план и состояние черного плана. значится, как отправлено согласование. И сейчас какой-то нам Владимир согласует и проведет. Мы увидим, состояние уже будет утверждено. Все. Таким образом вносится все изменения. Закрыт. Закрыт. Пула просит закрыться. Ну здесь сразу? Да. Все. Закрыт. Все. Владимир нам согласовал и утвердил все эти изменения. Я не запомнила, что там была эта дисциплина, чтобы мы зашли просто и проверили. А можно посмотреть. Мы забрали стабильную записку. Мы зайдем на основу экономических теорий. При желании можно зайти в задачу. В принципе, это все по изменению. Первым делом мы отправляем запрос. Пока нам этот запрос не подтвердили, вносить изменения невозможно. Система не будет их воспринимать. Изменения мы можем вносить только в те семестры, которые нам еще предстоит подключиться. Прошедшие периоды обучения мы никакие изменения вносить не можем. Как только там вернули учебный план в состояние проекта, мы можем вносить изменения. Дальше мы отправляем его обязательно на согласование, нажатием на кнопку «Отправить на согласование». Печатаем служебную записку и ждем вернуться. Единственное, вот осталось только уточнить у Дмитрия насчет самой служебной записки, чтобы в ней все изменили. Плюс, видимо, ему еще раз напомню, кто у вас будет заниматься согласованием. Сегодня на вопрос он сказал «Нет». Они должны сказать, кто это будет делать. Хорошо. А еще есть вопрос такой по закреплению преподавателей. Это в учебном плане, да, или где? Нет, закрепление преподавателей не в учебном плане происходит. Закрепление преподавателей за дисциплиной происходит в распределении поручений. Здесь вот у данной роли нет сейчас прав на такие действия. Но могу показать, под собой могу зайти и показать. Покажите, пожалуйста. Да, конечно. Это тоже находится во вкладке «Планирование учебного процесса» и есть вот такой документ «Распределение получений». Вы кого-то конкретного хотите посмотреть? Какую конкретную кафедру? Давайте конкретную кафедру. Давайте. Кого? Кафедра ТОМ. Технологии, оборудование, металлургии и машиностроения. Ага. Сейчас еще раз кончу. А у нас есть только наши, что ли? Здесь нет? Здесь нет? Здесь нет? Нет, здесь нет. А, Даша. Алло, алло. Здесь нет. Здесь вас нет, да. Видимо, документы еще не создавали на вас по распределению поручений. Очень нет. Еще распределение, значит, нет. Можно тогда вернуться к плану, еще один план посмотреть. Там вот большой вопрос. Давайте. Найти по группе С-13. С-13. 2ЗУ. Вот получается справа, там года, да, 2016-2017. Это рабочие планы. Это рабочие планы. То есть учебный план, это план на весь период обучения. Он в себя включает развитку по годам. Это развитка называется рабочий план. Он рассчитан на один год. То есть у нас 4 рабочих планы. То есть если мы сейчас вот этот откроем, это будет рабочий план, который входит в состав учебного плана. Но он еще не выпустился в 17-м. Он еще будет учиться 17-й, 18-й. А там этого нет. То есть этот учебный план должен быть на 5 учебных? Он должен быть на 5, но у него один курс перезачет. Так, сейчас спрошу, Боже. ЗУ. ЗУ – это ускоренное. То есть сокращен на год. Ты сталкивался с таким, что... И мы, например, когда вносили изменения, хотим внести изменения на весну, на семестр, то мы не можем его провести. Он выдает нам, что мы изменения вносим и в первый семестр, и во второй, и в третий. Учебный год 13-й, 18-й, на 4 рабочих плана. Нет, пятого плана на 17-й, 18-й год. Нет, так я не сталкивался с этим. Не сталкивался. Давайте вот это я тоже... Я первый раз такое вижу, что здесь учебный год на 5 лет, так, вот, предусмотрен, а рабочие планы на 4 года всего. Давайте я это уточню и отдельно вам напишу, куда-нибудь в скайпе. Сейчас, одну минуточку тут решает. Хорошо, хорошо, конечно. Смотри, я реально порековала. Срок по обучению по стандарту... Он получается. Может быть, нам тогда этот план надо переделать на 5 лет? Вот первый курс, который там все перезачеты. Внести их тоже в план. Создать. Не знаю, это лучше всего надо уточнять, потому что я вижу такое впервые, потому что обычно вот здесь, видите, есть срок обучения по стандарту, и фактически сроком обучения. Такое я вижу впервые, поэтому здесь не смогу ответить сразу, надо будет уточнять. Можно с ним? А потом можно будет, да, с переговорами?